Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 26 апреля. Житие во святых отца нашего Стефана, епископа Пермского. Святой Стефан родился в городе Устюги. Его благочестивый отец Симеон, по происхождению русский, был честом при Богородицкой соборной церкви. Жена его Мария была также примерной христианкой, в жилах которой стекла также русская кровь. У прекрасных родителей был прекрасный сын, со своего раннего детства приводивший их в радость и восхищение. Отданными учиться еще маленьким детятей. Он, благодаря своей живой памяти, острому уму и выдающемуся прилежанию, с замечательной быстротой и редкостной твердостью усвоял учение. Не прошло еще и года его обучения, а он уже по достоинству занял должность канонарха и чтеца при том же храме, при котором служил его отец. Превзошедший многих родных и чужих сверстников своим знанием Божественного Писания, он еще более превосходил их своей добродетельной жизнью. Он возрастал в детстве в чистоте, целомудрии и трудолюбии, и избегал общения с развращенными и проводящими время в суетных играх и забавах. Многие, прочитанные им книги Ветхвойного Завета, породили в его уме мысль о суете настоящей кратковременной жизни, быстро протекающей, как река, и скоро увядающей, подобно травному цвету. Вместе с тем, священные книги зажгли в его сердце чувство неугасимой любви к Богу. Под давлением господствующей мысли он принял монашество от игумена Максима в ростовском монастыре святого Григория Богослова. В монастыре было богатое собрание книг. Здесь Стефан проводил поистине монашескую жизнь, удовлетворяя в то же время свою жажду знания. Пост, молитва, слезы покаяния, смирение, терпение, незлобие, послушание, любовь, изучение днем и ночью закона Господня. Вот добродетели, которые украшали новопостриженного. Кроме того, он сам написал много книг, свидетельствующих до ныне о его богомыслии и трудолюбии. За свою добродетельную жизнь он поставлен был водиакона ростовским епископом Арсением, при котором было совершено его пострижение в монашество. Через несколько лет он по повелению правителя Всероссийской митрополии Михаила, прозванного Митяем, фиротонисан коломенским епископом Герасимом воприсвитера. Митяй – это любимый священник и духовник великого князя Дмитрия Ивановича, а затем архимандрит Московско-Спасского монастыря. Управлял без посвящения Всероссийской митрополией после смерти святого Алексея, умер в 1378 году и умер в 1379. На дороге в Константинополь, куда он отправился за посвящением. Новопоставленный ермонах услыхал, что Пермская земля, издавна находившаяся во власти Московского государства, не просвещена еще святым крещением и предана всецело идолопоклонству. При мысли о таком множестве человеческих душ, погибающих во тьме неведения истинного Бога, святого Стефана охватило непреклонное желание идти к пермянам и спасти их от вечной погибели. Но чтобы достойным образом пролить в эту тьму истинный свет познания Бога, Творца мира, новому апостолу нужно было перенести на пермский язык важнейшие священные книги. Стефан основательно изучил этот язык и составил пермскую азбуку. Стремясь к лучшему пониманию священного писания и его наиболее точной передаче на пермский язык, преемник апостольской миссии хорошо познакомился с греческим языком. Теперь он приобрел возможность вполне осмысленно читать священные книги на трех языках – русско-славянском, греческом и пермском. Прекрасно зная, что человек не может совершить никакого доброго дела без благодатной помощи Божией, он долго и слезно молил Бога благословить его путь. Как послушный сын церкви, не начинающий ни одного важного дела без разрешения ее духовных властей, святой Стефан отправился к тогдашнему наместнику российской митрополии, коломенскому епископу Герасиму. Представ перед ним, он открыл ему свое пламенное желание – или обратить ко Христу пермен, или же пострадать от них и положить свою жизнь за нашего Спасителя во исполнение апостольских слов. Вам дано не только веровать во Христа, но и страдать за Него. Епископ удивился его усердию ко Христу и желанию спасения человеческих душ. Уразумев в нем Божие призвание и действие Святого Духа, епископ прославил Владыку Христа и благословил блаженного Стефана на предстоящий ему подвиг. Вместе с тем он дал ему частицы святых мощей – антиминцы, святое мира и все необходимое для освящения церкви. Получив разрешение от духовной власти, Стефан, как примерный гражданин, озаботился упрочить свое дело законным содействием гражданской власти и получил от великого князя охранные грамоты. Всесторонне подготовившись, Стефан отправился в путь. По прибытии в безбожную Пермскую землю он принес прилежные ко Господу молитвы и начал, подобно овце среди волков, ходить посреди сраптивого и развращенного рода, и учить его христианской вере. Некоторые, слушая его проповедь, сперва удивлялись этому новому учению. Потом же мало-помалу начинали познавать истину, принимали святую веру, крестились и держались в наставлении проповедника. Многие же не только не хотели его слышать, но и делали ему множество неприятностей. Одни всячески ругали его, другие нападали на него с дубинами, намереваясь его убить. Третьи хотели его сжечь. Но рука Господня защищала раба Божия от убийственных рук и смерти ради наибольшего прославления своего святого имени. А крестиво научив христианским истинам несколько душ, он создал для малого стада словесных христовых овец благолепную церковь близ устья реки Выми, впадающей в большую реку Вычигду, где впоследствии была устроена его обитель. Новосозданная церковь, он посвятил воспоминания честного и славного благовещения Пресвятой Богородицы. Этим посвящением он выразил мысль, что как благовещение было началом нашего спасения, так и первая Пермская церковь появилась в начале просвящения Пермской земли. В этой церкви он днем и ночью со слезами молил Бога об обращении неверующих, говоря, «Собери, Господи, рассеянных людей Твоих из облудших овец, введи их в церковь Твою святую и причти их к избранному Твоему стаду». Там он непрестанно апостольски учил их, наставляя на путь правый и умоляя отвратиться от своих заблуждений. Но по мере того, как он усердствовал благодетельствовать их душам, они все более и более гневались на него. Однажды Стефан, помолившись Господу, пошел к особо почитаемой ими кумирнице и зажег ее. Так как на этот раз при ней не было никого из идолослужителей, то она сгорела дотла вместе со всеми идолами. Святой сидел у сгоревшего здания, ожидая, что будет ему от неверующих. Последние, увидав, что горит дорогая их кумирница, поспешили к ней с топорами и рычагами. Прибежав к ней, они увидали сидящего около нее святого Стефана и с яростью бросились на него и, обступив его со всех сторон, хотели убить. Святой ничего не говорил им против. Но воздел руки свои на молитву и, готовясь умереть, со слезами взывал к Богу. «В руки Твоей, Господи, предаю дух мой, покрой меня крыльями Твоей благости». И неожиданно ярость до крайности раздраженного народа сменилась кротостью агнца. Угодник Божий остался невредим. Никто его не ранил и даже не ударил, потому что народ отчасти был побежден кротостью святого, отчасти из боязни московского правительства, опасался погубить человека, пришедшего к ним из Москвы с грамотами. Но главным образом язычники сдерживались силой Бога, не дающего жезла грешных на жеребий праведных. Тогда блаженный Стефан, став на особо видном месте, воскликнул, обращаясь к неверующему народу. «Да коли, о люди, вы не отступите от бесовского пресчения, чтобы тем избегнуть осуждений вечного огня, зачем поклоняетесь идолам и называете их вашими богами, тогда как они ваших же рук дело? Если имеют уста, то все равно не говорят. Они имеют уши и ничего не слышат, имеют очи и не видят. Ноздри их не обоняют, руки не осязают, ноги не ходят и гортань не возглашают. Они не принимают приносимых им жертв, не едят, не пьют их. Они никому не помогают, потому что и себе, когда огонь сжигая обращал их в пепел, не могли помочь. Если они действительно боги, то почему они не угасили огня, не избегли пламени, не обратились со словом пресчения к сожигающему их и ничем не наказали его? Да и может ли что сделать бесчувственное дерево? А вы кланяйтесь им, немым, слепым, глухим, делу ваших рук. Уразумейте обольщающие вас заблуждения и оставьте эту пагубную суету. Познайте же единого истинного бога, в которого веруют христиане. Приступите к нему и просветитесь, ибо он утвердил небо, основал землю, поддерживает бытие твари и управляет всем миром. Он знает нужду каждого, он промыслитель для всех, помощник и хранитель, и нет иного бога, кроме него. Поэтому, пермские мужи, братья, отцы и дети, «Послушайте меня, желающего вам добра, и веруйте в проповедуемого мною Господа нашего Иисуса Христа. Истину говорю вам, что если вы уверуете и креститесь, то будете спасены и получите Царство Небесное. Если же не уверуете и не креститесь, то будете осуждены на вечное мучение». Когда святой Стефан так учил, присоединяя к сказанному и другие поучения, многие убеждались и, начиная веровать, приступали к крещению. И день от дня умножалось число верующих и росла Церковь Христова в Перми. Преподобный Стефан, как только замечал где-либо собравшихся язычников, тот час приближался и, став среди толпы, проповедовал о Христе. Иногда же и сами они со своими старцами, с волхвами и со всеми знатнейшими пермскими мужами, собравшись, приходили к преподобному для прения о вере, и бывали во всем побеждаемы словами благочестия, исходившими из богоглаголевых уст проповедника. Особенно часто приходили неверующие пермяне к новосозданной церкви, не для спасительной молитвы, но и желания посмотреть на красоту церковного здания и его внутреннее благолепие. Никогда не видевши ничего подобного, они дивились на украшения святого храма и, уходя, говорили между собою, «Как мы видим, велик христианский бог, гораздо больше богов наших!» Иногда же, собравшись, они советовались между собой, говоря, «Если мы не израним Стефана и не прогоним его от себя, то он всю нашу страну наполнит своим учением и разорит древние храмы и требища наших богов. Мы не можем состязаться с ним словесно, и остается только силой изгнать его отсюда». Другие возражали, «Как его бить и прогнать, когда он из Москвы и имеет грамоты?» Некоторые добавляли, «Еще, если бы он первый вступил в борьбу, то нам во время боя удобно было бы нанести ему раны, но он держится хитрого обычая, сам не начинает и ждет, когда мы начнем бой, чтобы иметь повод для жалобы на нас в Москве. Если бы он осмелился ударить кого-либо из нас, мы тотчас бы его растерзали и могли бы оправдаться, ибо он первый сделал на нас нападение. Но так как он в ответ на наши обиды не скажет гневного и укорительного слова, все перенося с терпением, то мы не знаем, что нам делать с ним». Так они много раз советовались, и, не приходя ни к какому соглашению, расходились. В этом исполнялось слово пророка, «И же, аще, совет совещаете, разорит Господь». Итак, вся пермская страна разделилась, а одни из насельников ее были новопросвещенные христиане, а другие пребывали во тьме языческой, причем идолопоклонники ненавидели верных. Они поносили их бранными и укоризненными словами, причиняли обиды, и тем нарушали их покой. Видя, что верующие терпят обиды от неверных, Святой Стефан сильно скорбел, и часто, днем и ночью, со слезами, молил человеколюбца Бога, чтобы он защитил новособранное стадо своим божественным покровом, а не счастливых своей всесильной десницей, исхитил из сети дьявола и привел к познанию истины. Слыша эти непрестанные слезные молитвы своего угодника и видя его труды и терпения, человеколюбивый Бог, хотящий всем спастись и в разум истины прийти, благоволил на просвещение пермской земли светом святой веры. Он послал пермскому народу дух умиления, как некогда слушавшим проповедь апостола Петра, о чем пишется в Деяниях, слышав, умилились сердцем и сказали к Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи-братья?» Так множество пермского народа, старцы и молодые, большие и малые, собравшись, говорили друг другу, «Видите ли, братья, этого человека, пришедшего из России, слышали ли его слова, замечаете ли его терпение, поняли ли его великую к нам любовь? Вот он в каких пребывает в стеснениях и, однако, не уходит отсюда? Сколько он принял от нас досаждений, уничижений, обид? И все-таки за это не прогневался и никому не сказал даже обидного слова, оставляя все без возражения. Не имея никакой злобы на нас, он никому не нанес удара, но все переносит с крепостью и без великого недоброжелательства, и даже более, он радуется, когда мы причиняем ему обиды, и в то же время он не перестает говорить нам о Царстве Небесном, вечной муке и о воздаянии каждому по делам его, всегда научая нас, как избавиться от мучений и получить царство. Если бы не было истиной то, о чем он говорит, то он не терпел бы и не трудился бы столько. Великого и живого Бога, сотворившего небо и землю, и уготовившего для добрых царство, а для злых – мучения. И все его слова правдивы. Итак, пойдем к нему и упросим его научить нас в совершенстве своей веры и сделать нас христианами. И пошли в великом множестве ко святому проповеднику мужи, жены и дети. Преподобный же Стефан, увидав столько народу, идущего ко Христу Богу, невыразимо обрадовался, проливая от радости слезы. Он высылал несказанные благодарения человеколюбивому владыке, не хотящему смерти грешных. Он встретил их с любовью, как отец детей, и, отвергши Бога вдохновенные уста, долго поучал всем тайнам святой веры. Бог же открыл им ум, чтобы понимать учение святого. Они охотно принимали его слова и просили у него крещения. И он крестил их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Таким образом, благодатью Божией ее, трудами и молитвами преподобного Стефана просвещена была земля пермская. Но просвещенные уничтожали своих прежних идолов, стоявших в домах, селах, при дорогах, в лесах и рощах, и разоряли их капище. Особенно трудился в этом сам блаженный Стефан. Он ходил повсюду, стекая топором идолов и сожигая их вместе с дарами неверных. Должно заметить, что у пермских язычников был обычай приносить своим богам шкуры, пойманных на охоте зверей, как-то соболей, куни, с горностаев, ласок, бобров, лисиц, медведей, рыси и других, и вешать их на идолов. Кроме этого, они покрывали сверху идолов лучшими полотнами и обвивали их пеленами. И те и другие дары никто не осмелился брать, потому что если бы кто-нибудь дерзнул прикоснуться к какому-либо из них, то этот впадал в тяжкую болезнь, по действу сатаны его корчило и ломило. Святой же Стефан, ревнуя по Боге и не боясь демонской силы, все принесенные в дары идолов все, собирал в одну кучу вместе с рассеченными ими же кумирами, им и сжигал, обращая в пепел. Причем он как сам не брал себе ничего из даров, так и другим из верных не позволял этого делать, почитая дары частью бесов. Только своему отроку, новопросвещенному пермянину Матфею, приказывал делать из идорских полотен и пелен анучи, ради бесчестия языческих богов. Пермяне сильно и вдвойне удивились, что преподобный ничего не берет себе из драгоценных вещей, но все придает огню, и что он не терпит никакого вреда от демонов. Это еще более укрепило в них веру в Христовую силу, побеждающую силу бесовскую, и утверждало в благочестии. Святой Стефан, сокрушивший множество идолов по различным местам, устроил еще две церкви, ибо с каждым днем и все в большем числе увеличивались верующие во Христа, тогда как неверных с каждым днем становилось меньше. Пермский просветитель устроил при храмах училище, собирая сюда молодых людей, отроков и малых детей, он обучал их пермской азбуке и чтении по часослову Псалтире и другим книгам, переведенным им на пермский язык, чтобы приготовить пермянам иереев, дьяконов и прочих клириков, и учителей из их племени и языка. Так процветала и сияла в Перме святая христианская вера. Во время этой деятельности святого Стефана, направленной к утверждению веры новопросвещенных, к нему пришел один волх или кудесник, начальник тиродеев и волшебников. Его пермяне до крещения уважали более всех волхвов, почитая его как отца и учителя, который своей волшебной силой управлял всей Пермской землей. Он начал смущать новокрещенных, говоря, «Мужи и братья пермские, зачем вы оставляете отеческих богов и веру? Зачем перестаете приносить им жертвы, как это делали ваши отцы? Кого вы слушаете? Не человека ли пришедшего из Москвы? А может ли для нас быть что-либо доброе из Москвы? Не оттуда ли на нас налагаются тяжкие подати? Причиняются насилия и поставляются судьи и начальники? Не слушайте же этого россиянина и при том москвитянина, человека чужого, но послушайте меня, своего человека, желающего вам добра. Ведь я с вами одного племени из одной страны и говорю одним с вами языком, и более прилично вам слушать меня, старца и отца вашего, чем этого молодого, который по своим летам может быть сыном или внуком мне». В ответ на это новопросвещенные сказали «Вступай, припирайся с ним, а не с нами». Кудесник этот оказался самым ярым противником преподобного, и между ними возгорелась великая борьба. Волк пытался погубить преподобного своим волшебством. Он призывал бесов и творил чары, но безуспешно. Волхвования его разрушались, так как бесы не могли приблизиться к угоднику Божию. Однако проникнутый злобой кудесник не останавливался, продолжая каждый день причинять неприятности преподобному. Он открыто хулил святую веру христианскую, смущая этим неутвердившихся в вере и снова привлекая их к прежнему нечестию. И некоторых он обольщал словами, других склонял на свою сторону подарками. Нередко он приходил для препирательств к преподобному, во время которых с браньей и укоризнами всячески пытался победить непобедимого воина Христова. Однажды он сказал святому Стефану, «Наши боги, поруганные тобой, не погубили тебя только по своему милосердию, иначе они давно бы тебя сокрушили или скорчили. Но они щадят тебя по своему незлобе, чтобы ты, познав их благосердие, перестал делать им неприятности. А что наша вера лучше вашей христианской, это я докажу тебе ясно. У вас один бог, а у нас многие боги, спаспешники и защитники, и они дают нам все, находящиеся в водах, рыб и в воздухе, птиц, в лесах и в лугах, соболей, куниц, рысей и прочих зверей, которые от нашей ловли доходят и до вас. Через них богатеют ваши князья, бояре и вельможи, одеваются и ходят в них с гордой величавостью, дарят друг другу и торгуют, посылая в соседние страны и в дальние земли, в Орду, в Грецию, к немцам и в Литву. И все это от нашей ловли, которую посылают нам наши многие боги. Наша вера гораздо лучше вашей. И вот еще почему. У нас один человек или двое идут на борьбу с медведем и убивает его с помощью богов, которым они обещают за это кожу. А у вас на одного медведя выходят до ста или до двухсот и более человек, и столь многие едва могут одолеть одного зверя, а иногда и не могут, и, будучи сами истерзаны, им возвращаются ни с чем с охоты. А еще наша вера лучше вашей потому, что у нас в тот же день становятся известными события, хотя бы случившиеся в далекой стороне. А у вас не так, но через многие дни получаете вы какую-либо весть. По всему этому вера наша лучше вашей. Возражая на это, святой Стефан говорил, что единый христианский бог лучше многих языческих, потому что они не боги, но бесы, сверженные с неба в бездну и прельщающие безумных людей к бездушных идолах. Они не только не помогают людям, но, напротив, вредят и всегда стремятся делать злое, будучи злыми, немилосердными, гневливыми, полными ярости, завистливыми ненавистниками. Они готовы были бы тотчас истребить род человеческий, если бы их не связывала и не удерживала сила Божия. Ловля же всякая дается людям не идолами, не подвижно стоящими на одном месте, не бесами, не имеющими никакой власти над Божиим созданием, но от того самого подателя всех благ Бога, раздающего свои дары каждому по трудам его. А борьба со зверьми бывает не в одной перми, но и во всех землях и странах. Победа же человека над зверями бывает не от помощи ваших богов, но или от телесной силы, или от искусства борца. Главным же образом она основывается на том, что небесный Бог покорил под ноги человеку всяких зверей, скотов, птиц и рыб. Находились же многие из христиан, укротившие именем Христа лютых зверей, заградившие усталь вам, связавшие с словом медведей и пардов и попиравшие аспида, василиска и всякого змея. А против ссылки на веки, быстро сообщаемые богами, волхвам, святой возразил, таким образом, в христианской церкви много нашлось таких прозорлицев, которые видели своими духовными очами, как перед собой, не только что-либо делающееся вдали, но предсказывали и имевшее случиться спустя много лет после их кончины. Так и ветхозаветние святые пророки за много лет наперед предвозвестили то, что сбылось потом в новозаветней христианской церкви. После долгих и неоднократных прений о вере, святой Стефан и кудесник пришли к тому, что лучше делом испытать на чьей стороне истина. По выбору кудесника они уговорились на следующем «Пройти сквозь огонь и воду, и кто в огне не сгорит и в воде не утонет, того вера истинная, и тому должен следовать народ». Это соглашение угодно было всему пермскому народу, собравшемуся послушать прения. Святой Стефан сказал кудеснику, «Ты захотел того, что превосходит мои смиренные силы, но я надеюсь на щедроты и милости сильного Бога, ищущего спасения всех. Он ради славы святого своего имени может чудесно сохранить меня живым и целым в огне и в воде. Да утвердится этим чудом в вере предстоящий народ, а ты посрамишься со своими бесами, на которых надеешься». Сказавший это волхву, святой Стефан обратился к народу, «Благословен Господь! Возьмите огонь, принесите сюда и зажгите вот эту особо стоящую, пустую и с открытым входом в хижину, а я, взявшись за руки с кудесником, войду в нее». И потом был принесен огонь, и строение зажжено. Преподобный же Стефан, воздев руки к небу, помолился Богу такими словами, «Владыка всемилостивый и всемогущий, дай нам помощь от скорби, пошли милость твою, яви человеколюбие твое, покажи силу твою, да разумеют предстоящие люди истинную веру, и познают, что ты истинный Бог един, и я раб твой, все враги твои вошумели, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, положили на небеса уста свои, и язык их расхаживает по земле. Всего ради сотвори со мной знамение во благо, и довидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо ты, Господи, помогал мне и утешил меня. Ты, Бог, утешающий нас во всякой скорби нашей, утешителем твоим Духом Святым, с Ним же благословен ты вовеки. Аминь». По окончании своей молитвы он сказал народу, «Мир вам, братья, спасайтесь, простите и молите обо мне, ибо я ради святой веры готов умереть, теку на предлежащий мне подвиг, уповая на начальника веры и совершителя Иисуса». Обратившись же к кудеснику, он сказал ему, «Пойдем вместе, взявшись за руки, как обещались». Но кудесник, испугавшись муки от сильного пылавшего огня, не хотел идти. Тогда преподобный, схвативший его крепко за одежду, тащил с собой в огонь насильно. Он же упирался, пятился назад, и, падая на землю, кричал, что сгорит тот час же в огне, как сено и сухие ветви. Тогда народ с досадой стал кричать ему, чтобы он шел в огонь согласно собственному предложению, но он умолял оставить его. В ответ на его мольбы преподобный Стефан сказал ему, «Не сам ли ты избрал это и захотел искусить живого Бога? Почему же теперь отказываешься?» Кудесник же, кланяясь до земли и, припадая к ногам святого, говорил о своем бессилии и, сознавая свою вину, обличил суетность своего обольщения и открыл, что, желая устрашить святого Стефана, придумал такой способ решения спора, будучи уверен, что раб живого Бога убоится. Но ухищрения кудесника обратились на его голову, и наверх его неправда его сошла. Точно так же не пошел старейшина пермских волхвов и в воду, хотя на реке уже приготовили две проруби, одну вверху по течению, а другую вниз. Предполагалось войти обоим, держась за руки в одну прорубь и, идя подо льдом, выйти вон из другой. Когда святой Стефан стал понуждать кудесника идти вместе с ним в прорубь, то последний отказался. Так обнаружилось бессилие всех его чародеяний и ложь его обольщавших раньше учений. После этого святой Стефан спросил кудесника, «Хочешь ли веровать и креститься, так как ты уже побежден?» Но он отказывался от принятия христианской веры и святого крещения. Тогда святой сказал народу, «Вы свидетели тому, что он, окаянный, сам изобрел способ определить правую веру огнем и водою и не захотел исполнить своего же слова, не желая идти ни в огонь, ни в воду, и теперь все-таки не верует, не требует крещения. Что вы думаете о нем, скажите?» Народ же закричал, «Подлежит смертной казни!» И схватившие его отдали в руки святого Стефана, чтобы он предал его, какой хочет смертной казни. При этом они говорили, «Если отпустить его живым, то он будет причинять тебе еще больше неприятности». Святой же отвечал им, «Нет, да не будет рука наша на враге нашим. Не послал меня Христос бить, но благовествовать. Не повелел мне мучить, но учить скротостью и увещанием со спокойствием. Точно так же не завещал мне владыка мой казнить, но наказывать с милостью посказанному. Накажет меня праведник милостью и обличит меня». А так как он не хочет веровать, будучи ожесточен и ослеплен злобою, то для него будет вечная казнь. Ибо Господь наш говорит, «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Достаточно строго запретить ему развращать людей Божиих своим лживым учением. Пусть и не живет посреди Христова стада. Пусть тьма не примешивается к свету, но да и извернется злое от среды всех. Да отсечется гнилой член мечом духовным. Да изгонится из этих пределов этот волк. Если же он опять осмелится появиться здесь и учить, тогда не избегнет смертной казни. Таким запрещением выгнали кудесника из пербских пределов. И церковь Христова пребывала в мире, и повсюду созидались храмы Божии, а идольские капища разорялись в конец. Вскоре церковь умножилась в Пермской земле настолько, что для верующих оказалась нужда в особом епископе, и тем более, что за дальностью расстояний очень неудобно было посылать ставленников от священства к московскому митрополиту. Далекая Пермь настолько же отстоит от Москвы, насколько последняя от Царьграда. Преподобный Стефан после предварительного совещания со своими посомами отправился в Москву к великому князю Дмитрию Иоанновичу и к митрополиту Пимину. Он сообщил им о всем совершившемся по благодати Божией в Пермской земле и просил дать ей епископа. Жатва много, а делателей мало. Великий князь митрополит с епископами и священным собором обсудили просьбы святого Стефана, которого и решили поставить епископом пермским, как мужа поистине достойного такой чести. Кто наидостойнейший и наиболее подходящий по своим качествам к епископскому служению Пермской земли, как не тот, который просветил эту землю христовую благодатью и понес при этом столь великие подвиги и труды, переводя священные книги на пермский язык, сокрушив идолов и создав храмы, явясь таким образом апостолом для Перми. И был святой Стефан поставлен во епископа Пермского в 1383 году. Это поставление сильно обрадовало великого князя, который издавна знал святого Стефана и любил его. А даривши новопоставленного епископа дарами, великий князь и митрополит отпустили его в Пермию. Возвратившись в свою новоучрежденную епархию, он доставил верующим великую радость. В сане епископа святой Стефан также усердно трудился для Пермской церкви, как и прежде. Обратившись ко Христу, он укреплял в православной вере. Оставшихся неверующими, приводил к вере и крестил, воздвигал церкви Божией, поставлял иереев, устраивал наилучшим образом весь церковный чин. Он созидал также монастыри, подавал щедрую милостыню, кормя нищих и убогих, одевая ноги, утешая печальных и упокоевая странников. Для всех он был милостивым отцом, великим благодетелем и бдительным пастырем, заботившимся не только о душах своих посомых, но и о их телесных нуждах. Так во время сильного голода в Перми святой Стефан очень часто привозил сюда на ладьях из Вологды множество хлеба и раздавал его даром бедным людям. Так угодник Божий пермский епископ Стефан привел всю пермскую землю к Богу. Благочинно управляя в Святой Церкви, он создал все необходимое для руководимого им словесного стада. В этих многолетних трудах, подъятых для спасения столь многих душ и расшатавших его здоровье, святой Стефан, уже достигший маститой старости, приблизился к кончине. Святой Стефан скончался при митрополите Киприане. Он был митрополитом с 1375 по 1381 и с 83 по 90 год. В дни великого князя Василия, он княжил с 1380 по 1425 годы, сына великого князя Дмитрия, прославившего себя победой над Мамаем. На закате своей жизни ему пришлось еще раз отправиться в Москву по поводу некоторых церковных дел. Перед своим отъездом в столицу Стефан созвал свое словесное стадо и поучал посом их божественным писанием пребывать в вере и небесемерной любви между собой. Чувствуя скорое наступление своей смерти, он заключил свое архипастерское поучение словами. «Близко время моей кончины, как открыл мне Господь наш Иисус Христос, которому вас и вручаю». Совершившись затем молитву, он отправился в путь. По прибытии в Москву святой захворал и, проболев несколько дней, приставился ко Господу, которого он в самых юных лет возлюбил. Кончина его последовала 26 апреля 1396 года. На его торжественном погребении присутствовали князья, бояре, митрополит со всеми духовными чинами и множество народа. Все провожались в честь его тела в Святоспавский монастырь, где ныне царский дворец. В каменной церкви монастыря и были положены мощи угодника Божия на левой стороне. Паства Пермская горько оплакивала смерть своего епископа, который и ангелов Божиих исполнил в великой радости, обратив ко Господу души столь многих грешников. Поэтому святая душа его с радостью была взята ангельскими руками и с ликованием несена к престолу благодати. Вместе с ликом святых иерархов, предстоя перед Господом, святой Степан молит его не только о Пермской земле, но и о всем мире. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова